И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую же эдевро-игровую индустрию, как Файнл Фонда и Хиль. В предыдущей серии мы с вами десантировались, прибыли, в общем-то, в Мидгар, завалили великолепного Клода вместе с Хейдегером и Скарлетт, с этой немецкой, которая зачухала Тиффу, и, в общем-то, Тиффу всё, ей отомстила сполна. В общем, теперь мы двигаемся дальше. Не помню, куда мы сейчас должны, по-моему, вперед только, да, можно? Да. Ну, идём вперёд, чё уж. Так, о, сколько сумичков. И эликсир. Не ставил, не помню, не ставил, что это. Типа, оружие чьё-то. А, нет, это браслетик. Чё-то браслет такой. Ммм. Ммм. Однако, неплохо. Магическая зачета 72, но, как бы, подумаешь. И бухты. Так, у кого там была материя разрушения? Не вижу. Вот она. Сколько отнимет? Триста, да? Типа, чё, ну? Ну-ка, подождите, может, её кому-нибудь ещё поставить? Например, Сиду, у которого жизни больше. Это делаем. А, мол, некуда. А, нет, вместо Гадуса поставим. Несколько нужен. На самом-то деле. Юж плюс бы... О, Юж плюс надо Клауду поставить и Ем плюс. Стоп, подожди, где это? Разрушение... А, нет. Ещё и Жизки повысились, вообще классно. Так. Сейчас ещё раз Юж плюс ещё один мы поставим. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, давай, где-то. Где это? Не, где это? Ладно, Ем плюс тоже. М-м-м-м, чё, тут ещё есть? Ничего. Ладно, переживём. Пускай будет так. А, да, будет так. Так, точка записи, так там ничего, не валяется больше по краям. Вроде нет. Фу, ну ладно, блин, так мало до конца игры осталось на самом-то деле. Сейчас мы закончим с Медгаром и полетим уже в этот северный кратер. Я все-таки хочу попробовать сперва так завалить все это, не прокачиваясь еще какое-то время. Потому что я же буду с запасом качаться, а это часов пять еще. У меня в лом. О, котик. Подожди. Сюда, Клауд. А, у нас сейчас еще один босс будет, мега-мега босс. Да блин. Кстати, именно по этой лесенке взбегал Винсент. В этом диджи... в царверс. Офигеть, атака, скажу я тебе, друг мой. Атак тебе. Тифа, давай, убивай его. Ты же. Пусть его посмотрите. Наглость, второе счастье. Что это такое вообще? Ну и типа... Нет. Сюда на всех. А, он не успел. Хе-хе-хе. Ну ладно. Вот на Клауды нельзя ставить какие-то такие материи, знаете, которые часто используют там в лечении или еще что-то. Потому что Клауд у нас чисто на атаке. Жалко как бы менять, скажем так, вот такую сильную атаку двойную на какую-нибудь там, не знаю, молнию или еще что-нибудь. Лучше такие атаки оставить там Сиду, Тифи или еще кому-нибудь. Еще хотела. Получила вылечиться. И как раз таки вот лечилку лучше у него использовать, потому что он реже всего использует магию. Вот такие вот дела. Ну да, да, точно. Это вот это вот место, где взбегал Винсент. По лестнице в Цербере в этом. Прям символично. Точно пасхалка была. Монстрела такая, да? По Медгору сейчас ходят такие монстры, где люди прячутся. Никого не волнует. Руфс, окочурился. Турки разбежались. Ну как бы окочурился. Да понятно, что нет. Черт, ход же. Символично было бы, наверное, Винсента взять. Но он у нас не прокачан. Даже жалко их. Может он там что-нибудь сказал бы, мне даже интересно. Можно, конечно, загрузиться, послушать. Может попробуем, кстати, так сделать? Ну, чисто ради интереса. Давайте вот этот F1. А, мы, естественно, сможем уже поменять его. Только вниз придется бежать, чтобы телефоном воспользоваться. В точке сейф. Господи, не дали просто сказать, что это. Отлично. Хоть не успел никакую атаку сделать на нас. А, кстати говоря, если докачать там вот этих наших товарищей до финального уровня, то у них жизнью будет 999. В принципе, у нас сейчас неплохо тогда. Вроде там атака, конечно, и все остальное будет выше заодно. Ой, убейте их, пожалуйста, всех. Это сейчас опять придется с сильными делами, и этим им сильно пользуются. О, мило. Вот так тебе. Вот так вот надо пользоваться мечом. Так, надо не забыть в ракетный городок слетать. Надо я периодически забываю об этом. Это нехорошо. Учитывая, что Сид у нас все-таки это самое. Будет в финальной видео участвовать. Надо как-то его как можно больше прокачать. Ходжи, мать твою. Ходжи, стой, где стоишь. О, ошибка. По крайней мере, запомни мое имя. Это Клауд. Каждый раз, когда я вижу тебя, меня мучает то, что у меня было так мало научного опыта. Я думала о тебе, как о побочном проекте. Но ты единственный, кто преуспел в роли клона Сефирота. Я даже начинаю ненавидеть себя. Это все бред, хватит. Бред? А, это. Хм. Сефирот, кажется, рассчитывает на энергию. Так я ему помогу. Зачем? Зачем ты делаешь это? Хватит задавать глупые вопросы, тупица. Хм. Вообще-то ты мог бы быть хорошим ученым. Клауд ученый. Вы можете себе это представить? Уровень энергии на 83% слишком долго. Моему сыну нужна сила и помощь. Причина только в этом. Твоему сыну? Хотя он не знает. Что думает? Подумайте, Сефирот, когда узнает, что я его отец. Он всегда смотрит на меня с высока. Ха-ха-ха. Сефирот, твой сын? Я предложил женщину с моим ребенком профессору Гасту из проекта Дженова. Когда Сефирот был еще в утробе, мы взяли клетки Дженовой. Ха-ха-ха. Я не могу поверить, что ты... Что именно ты это сделал. Подло по отношению к Сефироту. Хе-хе-хе. Нет, ты не прав. В общем-то, как вы поняли, помните, Сефирот эти приходы начались. Почему он с крыши съехал? Почему он стал плохим? Он до этого же был нормальным. Как бы хорошим. Таким, молчуливым, конечно, как Клавдий. Но как бы нормальным, не психом. У него крыша поехала именно, когда он узнал вот об этом, обо всем, то, что папашка. Во-первых, он о том, что у него папаша Ходжу, он, видимо, знал заранее. Потому что, помните, мой отец и там посмеялся. Типа, господи, нет, ужас какой. Это во-первых. Во-вторых, он не знал то, что у него мать Лукреция. Он думал, что Дженова, Дженова. А, и, в общем-то, потом он узнал то, что вот его вот таким вот образом создали. И у него, конечно, и поехал. Типа, боже мой, я же монстр. Кошмар. Как же так? Это была моя страсть, как ученого. Хи-хи-хи-хи-хи. Я был во власти моей одержимости стать ученым. Я так же проиграл в последний раз. Я ввел в клетки Дженова мое собственное тело. Хи-хи-хи-хи. И вот. Тема Дженовы. Мои результаты. Короче, он тоже немножко может превратиться сейчас, как вы понимаете. Вот все-таки интересно, что если бы с нами был Винсент, что бы он там ему наговорил? Ходжи на Зомбарлоу похож, да? Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Что-то там, что у тебя там? Приходы какие-то. Хм. Не, лучше его сперва замочить. Там потом уже будем разбираться. Стеночку сейчас наложим. О, я ж тебя наляю. Давайте вот так. О, давайте из-за рыбаха мы-то возьмем. Ай, даже не у него. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте посмотрим. Подожди, а почему Клауд не может атаковать? Почему он только своих может атаковать? Оружием. Так, давай огнем тебя. О, ультимы, ультимы. Или лучше кометы. Или ультимы. Не знаю, даже так. Три конечности у него. То есть туловище и руки. Нужно что-то такое, чтобы будет атаковать все. Что такое-то там на нас накладывать пытаешься? Надо био на него использовать, наверное. О, ультимы хорошо работает. Молодец, какая. Хотя нам и так неплохо, да? Еще раз на него ультимы. Вообще замечательно будет. Правда, мне кажется, он уже сдохнет в том времени. Так, у кого там био-то было? У Клауда, по-моему. У меня сейчас спам третий уровень. Хренок, хренок. А, какой-нибудь подлечить там надо, нет? Косорылый. Вспомнила в этом в уральских пельменях. Косорылый, ублюдки. Вот хоть же косорылый, ублюдок. А, так ладно. Ну, его несложно мочить, как вы видите. Вообще, как два пальца об асфальт. Хорошо быть прокачанными, да? Может, тогда у нас с веной на боссовсе неплохо получится, действительно. Вот и все. Косорылый, ублюдка, больше нет. 25 тысяч, отлично. Материя, как он там повысилась, нет? Источник силы, это хорошо. Я не могу поверить, что Сифирот сын Ходжу. Я, по-моему, проспойлерила очень многие моменты, да? Потому что... Шенра покончена. Метеор скоро упадет. Еще семь дней. Семь. Так сказал дедушка. Везде эта цифра фигурирует. А вы еще спрашиваете, почему эта цифра для меня большое значение имеет. Она постоянно в моей жизни возникает. Нанаки, ты снова хочешь повидать всех в Космоканьоне? Да. Ты хочешь увидеться с Марлин, да? Не спрашивай. Мы уничтожим Сифирота. Потом, если мы не освободим силу святости в течение семи дней, на планете нечего будет защищать. Если мы не сможем победить Сифирота, для нас это будет равносильно смерти. Мы погибнем на несколько дней раньше, чем те, которые погибнут от метеора. Не нужно думать, что мы проиграем. Мы же еще не сразились с ним. Нет. Я имела ввиду... Ради чего мы сражаемся? Я хочу, чтобы все это поняли. Спасение планеты... Господи, это так всегда. Спасение планеты ради ее будущего, конечно, это все замечательно. Но на самом деле, действительно ли это так? Для меня это личная вражда. Я хочу победить Сифирота и отомстить за прошлое. Спасение планеты произойдет только лишь как часть моего плана. Я думала об этом. Я думаю, мы все сражаемся, каждый за себя. За себя и за кого-нибудь. За что-нибудь. Чтобы это не было, это важно для нас. Вот за что мы сражаемся. Вот почему мы продолжаем эту битву за планету. Ты прав. Хорошая причина, чтобы спасти планету. Именно я взорвал этот реактор мака. Сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что у меня не было на это права. Я причинила страдания многим друзьями, невинным свидетелям этого. Сначала это была месть против Шинра за то, что они напали на мой город. Но сейчас... Да, я сражаюсь за Марлин. За Марлин, за ее будущее. Да, я думаю, я хочу спасти планету ради Марлин. И иди и повидайся с ней. Убедись в своей правоте и возвращайся. Это всех касается. Выходите из корабля и найдите для себя причину. Я хочу, чтобы вы были уверены. Потом я хочу, чтобы вы вернулись. Может быть, никто из нас не вернется. Метеор все равно всех нас убьет. Давайте забудем о ненужных ссорах. Я знаю, почему я сражаюсь. Я сражаюсь ради спасения планеты. Это так. Кроме этого, есть еще кое-что личное. Очень личное воспоминание, которое у меня есть. А что скажете вы? Я хочу, чтобы все вы нашли что-то внутри себя. Если вы не сможете, это тоже неплохо. Вы не можете сражаться без причины, верно? Так что я не буду против, если вы не вернетесь. Ну, короче, да. Последняя ночь, так сказать. Сейчас будет самый-самый клевый момент вообще в этой игре. Потому что я скажу так. Изначально Square Enix, который когда-то называл Square Soft. Для тех, кто очень любит меня поправлять. Но сейчас-то называется Square Enix, поэтому я называю так. К тому же мне так больше нравится. Square Enix хотели сделать момент, в общем-то, перед финальной битвой. То, что Клауд и Тифа там поговорили и ушли в одну комнату. И как бы на следующее утро, когда там они уже поехали, полетели мочить Сиферовато, всех убивать. А Клауд и Тифа вышли, в общем-то, из одной спальни. И это побоялись оставлять. То есть намек, конечно, был на то, что они ночь вместе провели. А Square Enix побоялись это оставлять. И боялись, что это не пройдет цензура. Вот, блин, да, времена были. Побоялись такой невинный момент оставить. 97-й год. А вы посмотрите, что сейчас происходит на экранах, да, в играх. Это вообще так обидно. Ну ладно. Ну, в общем. Просто, если бы этот момент был, не было бы вот этих вот фанатов, которые стучат пяткой в грудь и говорят то, что Клауд любит Айрис. Это бред вообще. А, вот. В общем, его пришлось в этот момент убрать, но они добавили другой. И, в общем-то, мы сейчас его увидим. По-моему, сейчас. Ты забыл? Я совсем одна. Мне некуда идти. Все ушли. Да, у нас нет никого, с кем или к кому можно отправиться домой. Интересно, они что, пешкодралом отсюда ушли? Все, да? По всем континентам разошлись. Ты прав. Но, я уверена, однажды они вернутся. Ты так не думаешь. Хм, интересно. У каждого есть нечто незаменимое, за что он держится. Но на этот раз наш противник... Хм. Ну, даже если никто и не вернется. Пока я с тобой. Пока ты со мной рядом. Я не сдамся, даже если мне и страшно. Тифа. Как бы мы ни были близко, мы были далеки друг от друга. До этого. Но когда мы были в живом ручье, окруженные криками страданий, мне кажется, я услышала твой голос. Ты, наверное, этого не помнишь. Ну, глубоко в сердце я услышала, как ты называешь мое имя. Или я думала, что называешь. Ты звала меня из потока сознания живого ручья. В конце концов, я обещал, что если с тобой случится что-то, то я приду на помощь. Клауд, как думаешь, звезды нас слышат? Они видят, как мы упорно боремся за них? Не знаю, но... Слышат они или нет, нам все равно надо сделать все возможное и верить в себе. Когда-нибудь мы найдем ответ. Правильно, Тифа? Это я услышала тебя в живом ручье. Да, правильно. Эй, Тифа, я... Очень о многом хотел с тобой поговорить. Ну, теперь, когда мы здесь, я не знаю, что сказать. Кажется, ничего не изменилось. Это, наверное, смешно. Клауд, слова не единственный способ показать людям, что ты думаешь. Если вы понимаете, о чем я... Ну, вы поняли, да, что произошло? Ну, к тому же, сейчас будет к этому как отсылочка, скажем так. Ну, как бы, да. Скоро рассвет. Извини, я тебя разбудил. Скоро рассвет, Тифа. А, доброе утро, Клауд. Давай, дай мне еще немного. Совсем немного. Этот день никогда не наступит. Так что дай мне насладиться моментом. Ладно, хорошо. Это последний раз, когда мы вместе. Пошли к черту, фанаты! Клойрит! Все нафиг. Не, я, конечно, уважаю ваше мнение, но... Но канон есть канон! Против правды не попрешь. Бугага! Ха-ха-ха! Я вредный человек. Че, набегут, набегут хейтеры, блин. Нам надо идти. Но я все еще... Все в порядке, Тифа. Ты сама так сказала вчера. Хорошо, что дальше мы пойдем не одни. Да, это точно. Хорошо, пойдем. Я знаю, как я назову эту серию. Дирижабль слишком большой для нас двоих. Да, немного неуютно без остальных. Не волнуйся, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Все будет хорошо! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Куда бы ты шел? Ладно, я извиняюсь, но я что-то как-то... После этого момента... Я с ума схожу просто. Я создаю достаточно шума для всех. Клауд, кстати, смотрите, оживился. Выпустил пару, видимо. Если вы понимаете, о чем я. Ну и к тому же он сейчас приседает прям как Зак. К тому же я пилот. Кстати, а что так подлагивает? Хватит бессмысленных обсуждений, как раньше. У нас нет времени на одиночество. Движется? Ну, явно не сам. Че подлаги? Барретт! Сид! О-о-о! С тобой все окей? Че подлаги? На-наки! Че подлаги? Почему бы тебе не сказать? Ну, ты знаешь, Сид? Эй, на-наки. Если ты вмешаешься сейчас, ты никогда не узнаешь, что они скажут потом. Вы смотрели? Короче, они за ними подглядывали. Пока не там того самого... Винсент. Блин, а че так подлагивает? Че-то как-то даже пауза не помогла. Почему такой задачный вид? Мне не нужно было приходить? Нет, просто ты всегда такой равнодушный. Я думала, тебе все равно, что произошло. Равнодушный? Я такой и есть, извините. Короче, че-то лагает страшно. Вообще, я не знаю, че это с чем-то связано. Сейчас попробуем че-нибудь. Взгляните-ка. Менеджер Швин возвращается. Сейчас я попробую че-нибудь сделать. Так, сейчас. Ну, вроде я че-то попробовала. И вроде получилось. Просто перезапустила. Ох, простите меня, но... Я хотела прийти с основной группы, но я не смог уйти. Какие-то люди в Медгаре заперли меня. Я знаю, у меня тело, как у чучела животного, но я буду много работать. Полагаю, это все. Нет, Юфи пропала. Она не появлялась. По крайней мере, на этот раз она не свистнула нашу материю. Полагаю, нам нужно сказать за это спасибо. Как ты можешь так говорить? Я пошла весь путь, при том, что меня нещадно укачивало, как не знаю кого. Знаете, ребята, я все это терпела не для того, чтобы вам... Что... Блин, господи, не для того, чтобы все самое интересное досталось вам. Добро пожаловать назад, Юфи. Не, Клаун, как мило с твоей стороны сказать-то. Ты болен? А какая разница? Я буду ждать на своем месте в зале... Короче, вот в том зале. В боливотном зале. Мы вернулись не за твоей задницей. Мы пришли за Марлин. Кажется, это мой их, как бы это назвать... А, мои... Как бы это сказать, чувства или что-то такое. Я не нахожу сейчас слов. Тема Айрис заиграла внезапно. Хотя ее здесь нет, она предоставила нам удачный момент. Мы не можем его просто так упустить. Айрис. Она улыбалась до конца. Мы должны сделать что-нибудь, или эта улыбка так и останется? Мы пойдем все вместе. Воспоминания Айрис. Несмотря на то, что она должна была сейчас вернуться в планету, что-то остановило ее, и теперь она застряла. Мы должны освободить память Айрис. Кто-нибудь из присутствующих передумал? Я рассчитываю на тебя, Сид. А, да, да. Здесь два рычага, которые давно меня беспокоят. Давайте я испробую их. Хорошо, что я должен сделать? Ты решаешь, Клауд? Это наша последняя битва. Наша цель – Северная пещера. Наш враг – Сиферот. Вперед, блин. В общем, сейчас мы проапгрейдим немножко нашу малышку. Сейчас мы сможем быстро летать. Что-то там отвалилось от нас. Где левня спала? Мы почти у северной пещеры. Мы в пути, Сиферот. Чувак, я собираюсь проткнуть его этим. Чем этим? Слушайте, а мы вернуться-то сможем? Что это, Сид? Ха, какая невероятная сила. Теряю контроль. Проваливайте отсюда, бездельники. Разве я не говорил вам отправляться домой? Да, Сэр, это наш дом. Это наш дом. А, чё, чёрт? Хватит изображать из себя. Хорошо, шутники. Держитесь у меня. Вперёд! Ой, я надеюсь, они мне как-то назад-то вернутся дозут. Я ещё в ракетный градок не ходила. Как бы, верните меня назад-то. Класс. Ладно, давайте поменяем диск тогда сейчас. Так, я вроде диск-то поменяла, но что-то как-то эффекта нет. Может, я что-то не тут сделала? Ну, так всегда. Прикиньте, сейчас вообще ничего не будет, и всё, и капут. Game over. Так, ладно, давайте я ещё раз попробую, потому что я просто не хочу пропустить чего-нибудь. Так, ну... Вроде всё. Просто надо было перезапустить, и всё. А, ну, в общем-то, мы можем спуститься, но я что-то не хочу. Я хочу в ракетный градок, господа. Будьте осторожны. Ээ, слушай, я не хочу, давай обратно. В ракетный городок хочу я. Какая-то музыка здесь даже по-другому немножко звучит. Как-то с каким-то таким эхом, отзвуком. На третьем диске они музыку получше сделали, да? Может, как-то в другое место смыслительный пилот поехали отсюда. Сперва в ракетный город, а потом уже сесть и мы. Всё отлично. О, какая дырень. А мы ещё, помните, сюда пешком шли? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Говорили, что всё-таки... Вот коралл. Где пустыня наша? Аж пустыня где-то тут. Здесь нету рубинового оружия. Не вижу. Пу-у-у-у. Может, она не на карте, а вот именно на локации. Но хотя это, по-моему, бред. Хотя кто знал. Может, так и есть. Рассчитывали на то, что рубиновое оружие найдётся, если мы пойдём, например, в золотое блюдце за Амнислэшем. Ну, как вариант. Бежим. Надо здесь где-нибудь сохраниться будет, чтобы если что, я как-то сюда загрузилась и потом пошла прокачиваться. Старик. Моя драгоценная ракета. Она пропала? Ну, я знаю. Всё равно, сколько ни смотри, ракеты нет. Но я не могу остановиться. Можно это назвать теперь чудо старика? Извините, что вовлёк вас в это. Для меня это вроде как хобби. Но в знак признательности примите вот это. Госпел Венера. Позаботьтесь об этом. Да, это, по-моему, винсентовская. Сидиковская. Да. Шикарно. Чё бы ему поставить? Дочек плюс. А чё бы нет? Она ни на что не влияет. Холпак нет. Хе-хе-хе. Не. Бабачный эффект, может, кстати, на что-нибудь. Опасно. Можно оживлялку ему поставить. Материю оживления. Восстановление-то есть, а вот оживление... Хотя у нас столько этих фениксов. Даунов. Фениксов-даунов. Ой, я даже не знаю. По-моему, у Дженовы иммунитет к Дэмми, поэтому без подозняка. Да, в общем-то, брать-то нечего, на самом деле. Если так выдуматься. Время, если только в спешку. Ну, как бы у Тифа стоит. Причём на всех. Нет смысла. Холпак. Можно, кстати, Клауду колпак 20% поставить. Потому что 100% он там все удары абсолютно начинает на себя ловить, я уже говорила. А если 20%-ный, то он редкие удары сможет на себя ловить. Будет лечить проще. Не знаю. Живлялка, огонь, титан. Просто сейчас нужно действительно очень хорошо так подумать. Всё-таки у нас... Вот, видите, ужас. Что-то так не попасть в просаг. Просто банально. Ну, в принципе, брать нечего. Можно всё-таки барьер взять. Ну, это только минус жизни. Ну, нафиг. Смысла нет. Кстати, мы в Мидгарже можем попробовать смотаться. Можно, кстати, к Шерри зайти. Кстати, если кто-то не в курсе, Сид потом женится на Шерри. Вот так вот. Теперь нас всех должен озаботить Метеор, да? Вы, наверное, сможете. Извините, пожалуйста, позаботьтесь о капитане. Не волнуйся, сестричка. Позаботимся так, что он потом приедет и возьмёт тебя в жёны. Нормуль. Давайте сейчас попробуем в Мидгар сунутся. Нам нужно к стене сходить. Взять оружие для Тифы. Я надеюсь, у нас всё-таки получится это сделать. Потому что как-то будет немножко печалька. Сейчас надо сохраниться. Твори от этого. Не, ну серьёзно, музыка какая-то более глубокая, что ли, стала. Может, у меня глюки. Не знаю. Так, ну что. Так, это костяная деревня. Не ходи, чё? Вон он, Мидгараж. Мидгараж. Надо же было так сказать. Мидгараж. Кошмар. Так, не туда иду. Кстати, вот где-то вот здесь, вот где-то вот на вот этих вот уступах, на каких-то из них. В общем-то, можно так сказать, могила Зака, помните, да? В Advent Children. На фоне именно Мидгара, на каком-то вот из этих вот плат, назовем их так. Где-то там меч его воткнут. Вскоре будет. Там сейчас как бы место такое, условно, могила. Просто место, где погиб Зак. И вот там солдаты Шинера расстреляли, пока Клауд отсиживался в своём вот этом отравлении. Ну, в общем, я про это рассказывала. Так, войти сможем? О, кстати, да, точно сможем. Вот этот чувак, он, по-моему, нас пропустит. Прикольно. Я где-то выронил ключ к этим воротам. Это было, когда я был на экскурсии по земляным работам. А-а-а! Короче говоря, чтобы пайпасть... Пайпасть, господи. Пьюзипай! Пайпасть! Хм, блин. В общем, нам нужно сейчас в костяную деревню. И... Ой, почему именно здесь надо было меня высадить? Там где-то ключ будет. Вот, как сокровище найти, да? Там мы сможем найти этот ключ. И, в общем-то, сможем попасть в Медгара. Нам это очень надо. Я думаю, стоит этим заняться, потому что оружия для Тифы лишним не будет. Потому что, как бы, 1950, это, конечно, замечательно, но будет круче, если это будет 3000, например, или 4, или даже 5. Поэтому вот. Я думаю, мы сейчас смотаемся туда, куда нам надо. Так, где? А, вот-вот, туда. Правда, я не помню, где этот ключ валяется, честно говоря. Там же нужно как-то расставлять, поэтому я, наверное, сейчас немножко на паузу поставлю, просто чтобы не тратить на это время, потому что я хочу сегодня дозаписать, что ли, финалочку-то. Чё вы, нет-то? Или я сама вкусно себе на завтра вставлю. Ну, для вас-то, конечно, всё будет в разные дни, но для меня это пока что один день. Начиная с... Какой там, господи? С 58-й серии. Так. Добро пожаловать. Бала-бала-бала. Что-нибудь собираетесь убежать. Мы уже знаем обо всём, что произошло с рождением этой планеты из ископаемых. Теперь мы хотим узнать, что это всё до конца планеты. Такое странное чувство. Так. В Нарфа где-то здесь. Делее начать поиски. Купить. Чё, продаёшь-то, кстати? Ммм, кстати, алмазный браслет. Ну, смысла нет. На самом-то деле. Эфиры. Вот, эфиры я куплю все, пожалуй. Прям вообще до упора. Гиперэйн. Танклизатор, нитент, скрешалка. Я не думаю, конечно, что мне 50 штук потребуется, но пусть будет. Мы не бедствуем по этому. Можем, кстати, в Коста Дель Солис мотаться и купить дом за 300 тысяч. Я не знаю, зачем, но прикольно будет. А, в общем, давайте я, не знаю, не знаю, что сделаю. Может, кстати, завершим эту серию, а в следующие вот именно такие какие-то последние шаги будем делать. готовиться к последней битве. Возьмем оружие тифское. Может быть, действительно смотаемся в Коста Дель Соли, купим дом. Чисто, я его никогда не покупала, мне интересно. Деньги у нас есть, чё бы нет. А, и накупим там всяких зелий. Ну, в общем, подготовимся к последнему бою. В общем, я надеюсь, эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами была Севен. Всем удачи. Пока-пока.